Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Продолжаем наше рок-путешествие. А погодка сегодня, гляньте, красотища! Небо голубое! Мы не сторонники разбоя! И поедем сегодня в одно прекрасное рокерское место, в котором мы сами еще ни разу не бывали. Но надеемся, что нам понравится. Ну что, подъезжаем к тому загадочному рокерскому месту, которым я заинтриговал с начала поездки. Называется Artplay Media Center. И здесь мы приехали на художественную выставку, но цифровую выставку, потому что это цифровой центр, мультимедийный. Выставка знаменитого голландского художника Иеронима Босха. Ну вот, вот этот мультимедийный Artplay Center, в котором и проходит выставка под названием «Босх. Профессор всех кошмаров». Вы спросите, а при чем тут Босх, как художник к рок-музыке? А я вам чуть позже расскажу. А пока скажу, чем нас сюда завлекли. Здесь, конечно, не будет картин Босха. Их по пальцам пересчитать во всем мире. Они в лучших музеях мира находятся. Здесь даже нет их копий. Здесь сделаны цифровые проекции, мультимедийные. И картины Босха изображаются не только на стенах, но говорят на всех поверхностях. И на полу, и на других. Вот это нам интересно будет и посмотреть. Конечно же, все знают, кто такой Босх и Иероним. Но, тем не менее, я на крайний случай расскажу то, что я о нем знаю немного. Иероним Босх – это голландский живописец, который жил и творил более 500 лет назад. Чем он известен? Он первым, наверное, в мире начал показывать не так, как люди выглядят снаружи, а он начал показывать их внутренний мир. Тот ужас, который находится в этом внутреннем мире. Он стал по-своему трактовать ад. Свою трактовку дал. Этого прекрасного места. Куда мы все, дружной толпой, многие из нас, большинство, наверное, направляется. Из всех картин Босха сохранилось, говорят, не более 25 штук. И поэтому оригиналы на вес золота и находятся в самых знаменитых музеях мира. В Мадриде, в Венеции, в дворце Дожей, в Лиссабоне, в Вене, в академиях искусств. И даже в родном городе Босха, в Хертогенбосе, нет ни одного оригинала. Естественно, они стоят огромных денег. Там находятся только копии. Но, говорят, зато их там можно потрогать руками. Триптихи подергать, поповорачивать, посмотреть. Сам Босх из семьи потомственных художников. Их семья владела художественной мастерской. Начиная с деда, отца, и досталась ему по наследству. Поэтому он профессиональный, конечно же, художник. И поэтому у него такая прекрасная техника, которая называлась аллопримать. Из которой не делают грунтовки, разные слои, а сразу первый мазок, и есть окончательный контур картины. Он считается отцом-прародителем всех сюрреалистов. На своих картинах, повторюсь, он изображал разные ужасы, пытки всякие из урода новых людей, оторванные руки, ноги, различные жабы, сухие растения. Это все было очень символично. В древние века, в средние, очень любили символизм. Его и сейчас любят, но тогда просто без него не жили. Поэтому многие его образы – это явные символы. К примеру, жаба – это символ дьявола и смерти. Сухие пересохшие растения и деревья – это тоже признак умирания, смерти. Лестница – это, допустим, символ пути к познанию, но в то же самое время символ полового акта. Перевернутая воронка – это символ мошенничества или ложной мудрости. Ключ – это образ познания или, опять-таки, половой орган. Стрела символизирует зло или испорченное целомудрие, если она воткнута кому-то вануста на картине. Чёрные птицы – это грехи различные. Сова мы всем знаем, что это признак мудрости. Там масса всяких образов и символов, но с лечением времени люди уже потеряли смысл и понимание этих символов. Название картин Босха также соответствует основной теме его творчества – мистики, адовые вот эти все муки. Поэтому названия картин такие – «Извлечение камня глупости», «Семь смертных грехов», «Распятие с донатором», «Блудный сын», «Увенчание терновым венцом». Но главные шедевры Босха, обеспечившие ему посмертную пожизненную славу – это большие алтарные триптихи, распятая мученица, страшный суд, святые отшельники, искушение святого Антония. Но самый известный триптих Босха, который, наверное, видели все – это «Сад земных наслаждений», где человек и его все грехи, и его нутро, он постарался показать во всей красе и разнообразии. Там уже разворот по полной программе. Уверен, что они здесь нам покажут его тоже во всей красе. Линию Босха, конечно же, продолжили все уже современные художники-сюрреалисты. Макс Эрнст и Сальвадор Дали объявили Босха своим духовным отцом. Вы спросите меня, а при чем тут Босх и рок-музыка? А я вам отвечу. Рокеров всегда тянуло и тянет всяким то же самое ужасом, особенно последних рокеров к подобным темам и картинам. Картины Босха стали источником вдохновения для многих рок-музыкантов. К примеру, группа Deep Purple обложку альбома 1969-го еще года April украсила картиной Босха. Образы Босха использованы в клипе группы Металлика Until It Slips. Ну а сегодняшние всякие Black, Trash, Dead, Doom, готики и прочие хэви-металисты, а также всевозможные панки, так те вообще сами собой являются картинами Босха во плоти. Поэтому идемте смотреть, а после уже расскажу о своих впечатлениях. Ну что, прилично вроде все выглядит. Обратите внимание, как тут все. Сам мультимедийный центр, видите, наверху, туда указы. Сейчас пойдем туда. Ну, раздевалочка. Все есть. Все есть. Всякие кафе, аксессуары. Пойдемте. Великий Данте нам немало рассказал об Аде. Хороший у поэта был фантазии полет. Структуру строгую обрисовал, все сделал так, как надо. Преддверие, девять кругов, чистилище. Толковый он продемонстрировал подход. Грешников по кругам распределил, как надо, по заслугам. Всех вспомнил, всех уважил и пристроил тоже всех. От анонистов и обжор до подлецов и зластолюбов отметил каждый человеческий он грех. И даже тех, кто не грешил, так как всего боялся, даже и тех отметил, но ни в рай, ни в ад их не пустил. Того, кто в малодушии своем от доли от великой отказался, в преддверии ада о легерии поместил. Немало рассказал про ад великий итальянец, но все же он всего лишь рассказал. Его рассказ дополнил Босх, великий нидерландец, который ад во всей красе нам всем наглядно показал. Он показал нам на своих картинах человеческие души, страсти земные, смертные грехи и страшный суд. Людей показывал он изнутри, а не снаружи. Ведь страшно многим в свою же собственную душу заглянуть. Чтобы мы знали, чем кончаются веселые забавы и взвесив за и против шли на всякий грех. Он триптих семь смертных грехов нам всем представил и сад нарисовал земных нам наслаждений и утех. Неудержимая была фантазия у Босха, несуществующая превращал в реальность он. Намного живописец обогнал свою эпоху. Спустя пять сотен лет сюрреалистом стал духовным он отцом. Рок-музыканты тоже любят Босха за его творческий безбашенный подход, за его полный и глубокий вынос мозга, за то, что его живопись идеи им дает. Рассматривая сады Босха и считая круги Данте, наивно люди думали, что про ад узнали все. Но представление об аде уточнил им век двадцатый. В те времена до зверств таких не смог додуматься никто. Концлагеря, камеры газовые, печи, иприт, фасген, напалм и люизит. Бомбы неплохо убивают и калечат. Ядерные лучше всех, даже металл горит. Ну, а названия какие? Под стать босховским картинам. Хатынь, Волынская резня, Освенцин, Бухенвальд, Толстяк, Малыш и Нагасаки с Хиросимой. Даже не представлял и иронил, что можно рукотворно и масштабно и главное реально создать ад. Ну, а как на выставке побывать и не взять, а? Нельзя, обязательно. Ну, вот, теперь со спокойной совестью можно ехать домой. Правильно? Правильно. Вот, люди подтвердят, не дают соврать. Ну, что могу сказать? Только слова благодарности для ребят из Artplay Media, которые создали такую прекрасную вещь. В течение часа можно ненавязчиво, неутомительно познакомиться с творчеством какого-нибудь художника. Вот мы познакомились с творчеством босха. Конечно, мы это все видели на всяких картинках, но тут было очень интересно все изживо. Как вы считаете, рок-музыканты близки к босху или босх близок к ним? Хотя многие исследователи говорят, что босх ненавидел, не любил полифоническую музыку и всех музыкантов отправлял в ад. Так что всем нам, уважаемые рокеры и уважаемые любители рок-музыки, дорога либо туда, прямо в ад, куда у нас их отправлял музыкантов, ну, либо сюда, на выставку босха, чтобы посмотреть, как в аду обстановочка-то. Ну что, будем знать, что здесь проходят постоянно выставки. Вы видите, Ван Гог, письма к брату, Густав Климпт, сейчас показывают, но сегодня уже мы на него не пойдем, Леонардо, Леонардо, тайна гения и Микеланджело. Это сейчас, в ближайшее время. То есть, опять-таки, ненавязчиво, очень красиво, динамично можно посмотреть и познакомиться с творчеством великих художников. Рекомендую ArtPlay Media. Ну что, уважаемые любители рок-музыки, выставку посмотрели Босха и я, как рокер, крутой и как бывший алкоголик, скажу вам одно, такое на трезвую голову не нарисуешь, только спьяну или сбуду нас хорошего. Вот так. Но выставка мне понравилась. Всем пис. Не докторов наук Истории Иван без цензуры Расскажет рокер Валащу Валащу